Это программа такой месяц, которая умеет оглядываться назад, чтобы не упустить ничего важного. Сегодня вместе с губернатором Белгородской области Евгением Савченко вспоминаем, каким был сентябрь, чем запомнился, удивил, что изменил в жизни каждого из нас. Евгений Степанович, здравствуйте. Месяц назад в этой самой студии мы с вами сожалели о том, что Белгороду не принимать игры чемпионата мира по волейболу 2022 года. И вы тогда еще обронили фразу, вот пусть, мол, Шипулин нас услышит. И так понадеялись, что вроде еще не все потеряно. И как оказалось, месяц прошел, и такое впечатление, что Шипулин нас действительно услышал. Белгород, видимо, как-то активизировал свои действия. И вновь наш город в числе претендентов на проведение игр чемпионата мира по волейболу 2022 года. Ну, правда, непонятно пока в каком статусе, но мы этому рады. А вы? Я всегда рад возможностям, что возможности, которые открываются перед нами, нашим регионом, нашей областью, по участию в каких-то крупных событиях. Вот, они раскрывают новые возможности перед регионом и в плане, так сказать, подготовки, готовности. И, конечно же, чемпионат мира по волейболу здесь не является исключением. Но когда я говорил о Шипулине, Геннадий Яковлевич, я в нескольком другом контексте вел разговор. Я сказал, что пусть он нас услышит. Я сказал, что вот Шипулин должен стать чемпионом. Чемпионом, значит, по волейболу. Занять первое место, я имею в виду Россию, конечно, в российском первенстве. И тогда пусть попробует кто-то нам отказать о проведении чемпионата мира по волейболу. Это было бы просто нелогично. Ну, как это так? Городу такому-то, которая представила, значит, команда, которая стала чемпионом, и вдруг ему отказать. Это себе бы никто не позволил. Поэтому Шипулин должен стать, ну, во всяком случае, призером национального первенства. Ну, хотя бы вот в тройку войти. Вот в каком плане он должен нас услышать. Но это на будущее. На то, что он начал активно заниматься и быть в диалоге, значит, там, и с Федерацией волейбола, значит, с Европейской тоже самое. И пробивать наши возможности по участию в первенстве, это, конечно, делает ему честь. И я думаю, что у нас хорошие шансы для того, чтобы быть одними из участниками, значит, вот проведения чемпионата мира по волейболу. Мы будем очень на это надеяться, что Белгород все-таки примет игры этого чемпионата. Тем более, у нас идут очень активно сегодня работы. В текущем году мы должны освоить где-то 1,2 миллиарда рублей. Стоимость арены около 4 миллиарда рублей. Вот в этом году 1,2 миллиарда. И фактически уже к концу будущего года, ну, фактически завершать. В 21-м году ввести уже арену и провести уже целый ряд, может быть, там, тестовых каких-то там, значит, мероприятий, опробовать эту арену. Она, безусловно, украсит город, сделает его каким-то более привлекательным, чем он сегодня есть. Особенно вот тот микрорайон, значит, который мы называем Харьковская гора. С вводом арены мы там прямо наметили проведение целого ряда таких инфраструктурных крупных мероприятий. Проширение улицы, там, по дополнительному, значит, благоустройству, обустройству. Я думаю, что жители города Белгорода будут довольны этим замечательным подарком. И оценят вот эти вот положительные изменения. Ну, вот, кстати, касаемо волейбола. Ведь вы же были автором вот этой формулы «Белгород – волейбольная столица России». Вы столько лет опекали, вдохновляли, вы поддерживали белгородских львов, вы исправно ходили на все игры и, говорят, даже сами играли. Вот сейчас какой спорт вы предпочитаете? Играете ли вы сейчас? Ну, во-первых, о формуле. Начнем с нее. Белгород станет столицей, вот это было сказано еще в конце, в конце 90-х годов. Вот, о том, что Белгород станет столицей, значит, российского волейбола. Он не только стал столицей российского, он стал столицей мирового волейбола. Потому что наша волейбольная команда стала чемпионом мира. Мира. Я уж не говорю о чемпионом, он, по-моему, трижды или четырежды чемпионом Европы. Восемь раз чемпионом страны. Это очень тетлованная у нас команда. И, конечно же, это большая, так сказать, заслуга тренерского состава во главе с Шипулиным. И я хочу отдельно поблагодарить и компанию «Металл Инвест», которая, в общем-то, финансирует сегодня, обеспечивает все бюджеты и возможности этой команды, финансовые возможности. Без их помощи и личного, так сказать, Усманова Алишера Абурхановича, конечно же, эти достижения были бы невозможными. Поэтому сегодня все есть возможности для того, чтобы встать, снова завоевать одно из призовых мест. На что мы рассчитываем? Что касается моих спортивных предпочтений, ну, наверное, они уже не такие, как были раньше, столь активные, но я стараюсь физически поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Это первое. А если вести речь о волейболе, то два-три раза в месяц я стараюсь поиграть в мою любимую игру в волейбол, которую я играю с детства практически. Это один из моих любимых видов спорта. Хотя сейчас мне настоятельно рекомендуют заняться бадминтоном. У нас уже федерация бадминтона есть в области. И это очень такой для всех возрастов, всем возрастом покорный вид спорта. Кстати, волейбол тоже таким же является. Видимо, следом за волейболом будем покорять и бадминтон, и превращать Белгород в бадминтонную столицу. Евгений Степанович, ну, теперь к событиям сентября. Сентябрь, в общем-то, начало школьной поры. Отзвенели уже первые звонки во всех школах. И сразу после этого вся Россия начала обсуждать новую инициативу белгородского губернатора. Отказаться от репетиторства. Это, конечно, с одной стороны, правильно, потому что делать бизнес на недостатках и недочетах системы образования несколько неправильно. А с другой стороны, все-таки все уже не просто шепотом, а громким шепотом говорят о том, что сдать единый государственный экзамен только на базовых школьных знаниях просто невозможно. Поэтому родители и нанимают репетиторов. И нанимают их не от хорошей жизни, и уж точно не от избытка денег. Конечно, конечно. А как вы планируете отказаться от репетиторства? Что касается репетиторства, ну, вы сказали очень интересную фразу, что это бизнес... На недостатках системы образования. На недостатках системы образования. Это ключевая, так сказать, фраза, которая объясняет практически все. Мы что должны здесь исправить? Наверное, давайте сначала изучим. А почему репетиторство приобретает такой массовый характер? В чем проблема? Проблема только в ЕГЭ. Я думаю, что это далеко не так. А проблема, в общем-то, несколько вином, мне кажется. Вот здесь, с одной стороны, наверное, есть и у педагогического сообщества желание где-то еще дополнительно заработать. И в этом ничего нет плохого абсолютно, абсолютно ничего плохого. А с другой стороны, значит, если репетиторство есть, значит, дети не имеют возможности по каким-то причинам получить эти услуги образовательные, навыки образовательные во время учебного процесса. Почему? Возникает вопрос. И вот мне кажется, что здесь среди детей появилась такая вот, может быть, не очень здоровая прослойка. Или не очень здоровый представитель их. Такому, в хорошем смысле, может быть, слово, когда я употребляю слово здоровый. Которые, ну, считаю так. Я могу относиться к учебному процессу, к уроку так более-менее неактивно. Не впитывать его во время учебы. Я все равно, вот, у меня есть репетитор, папа, мама, значит, мне обеспечили репетитора. Репетитор ко мне, значит, придет после, или я к нему, значит, поеду после учебы. И фактически он мне поможет решить и домашнее задание, ну, и подскажет, как, что делать. Ну, естественно, уже за деньги родителей. Ну, ребенок-то этому не отдает, большого отчета. Вот, мне кажется, что здесь тоже какая-то причина есть. И мы поставили задачу, давайте мы все-таки с педагогами, с родителями все сделаем для того, чтобы улучшить качество учебного процесса во время уроков. Поднять их качество. И это с одной стороны. А с другой стороны, мы поставили задачу, ну, перевести вот это репетиторство такой в открытый легальный сектор. Чтобы мы могли, я не хочу сказать, что мы вот искореняем это все. Мы не запрещаем, абсолютно не запрещаем репетиторство. Но мы должны его перевести такой в легальный сектор, сказать, что вот эти учителя достойны этим заниматься. Вот эти учителя, значит, обязательно передадут какие-то навыки. И, значит, вашим детям, если они в этом вооруждаются. И вот это вторую цель, которую мы здесь тоже преследуем. Ну, а в целом, я не вижу, что это какое-то массовое явление вот где-то за границей. Мы изучали и заграничный какой-то опыт тоже. Мы не видим, что там распространяется репетиторство. Ну, может, при поступлении в ВУЗы, я понимаю, это, наверное, правильно будет, чтобы, значит, тем более престижные какие-то там очень ВУЗы. А вот здесь то считаю, что... Потому что репетиторство уже у нас и в начальных классах начинается. Там никакого ЕГЭ нет. Там и в классах, которые, значит, еще до ЕГЭ, еще далеко. А уже полным ходом, значит, репетиторство. Иногда сами родители это инициируют. Вот мы тебе обязательно еще и репетитора. Наша задача заключается в том, чтобы ребенок вот в рамках проекта «Доброжелательная школа» полностью делал, справлялся со всем учебным процессом, положенные ему там 5-6 учебных уроков. И полностью готовил домашнее задание вот в продленные часы работы. Доброжелательная школа предполагает, значит, пребывание ребенка в школе, ну, с 9 там часов или с 8 часов там до 5-6 часов. И после этого уже ребенок должен не нуждаться ни в каком репетиторстве, прийти домой и заняться с родителями какими-то уже вот общаться. И наслаждаться общением. Меня как отца это безусловно радует, поэтому я надеюсь, что «Доброжелательная школа», если не совсем искренне, то сократит репетиторство у нас в регионе. Именно на этой направлены наши меры по повышению заработной платы учителей. И в первую очередь я бы хотел, тоже это очень вопрос сейчас будируется, поднимается. Я смотрю, слежу, как эта тема обсуждается в электронных СМИ и не только электронных, а классных руководителях. Мы пообещали о том, что классный руководитель должен получать надбавку не тысячу рублей, как это было, по-моему, с 2011 года, как ввели надбавку тысячу рублей, а где-то вот 4-5 тысяч рублей. И это вот я вот и сегодня еще проводил, значит, электронное совещание, такую задачу поставил. Это должно уже быть с сентября текущего года, то есть вот с этого месяца. Логично. Евгений Степанович, давайте к другой теме. В сентябре прошел единый день голосования по всей стране. В ряде регионов выбирали губернаторов, где-то законодательное собрание. У нас прошли выборы муниципального уровня. Вот их итоги. В областном центре 8 сентября горожане определились с кандидатами на два кресла депутатов городского совета, освободившиеся после того, как один из народных избранников перешел на муниципальную службу, а второй отправился служить в армию. Оба победителя, Михаил Чифранов и Денис Загребайлов, представители партии «Единая Россия». На довыборах в Губкинский совет депутатов из троих победителей один единоросс, один представитель партии «Справедливая Россия» и один самовыдвиженец. А вот в поселке Разумное, где выбирали поселковый совет, «Единая Россия» вообще не выдвигала своих кандидатов. Коммунистам здесь не удалось повторить прошлый успех с большинством мест в Совете. На сей раз у КПРФ всего 5 мандатов из 15. Остальные из них – это общественники, члены инициативной группы, которая активно работала по продвижению масштабной программы обустройства поселка. Программу называют апгрейдом Разумного. И, судя по всему, жители поселка на сей раз голосовали не за партийные лозунги, а за собственные перспективы. Вот в одном муниципалитете у нас, получается, победили единороссы, в другом – не только единороссы, в третьем – единороссов не было вообще. Признаться, честно, сложно уловить какой-то тренд, но если само политическое разнообразие не считать определенным трендом. Вот как, по вашему мнению, как вы оцениваете выборный процесс, прошедший в регионе? В текущем году было незначительное количество избирательных у нас компаний. Вы сказали, действительно, в трех муниципальных образованиях они были. И какого-то предпочтения, что должны быть вот такие-то, от единой только России пройти, значит, или какой-то иной партии. Мы лично за то, чтобы были представители всех партий в наших выборных органах, это первое. А второе, чтобы эти представители все отстаивали интересы людей, а не отстаивали интересы свои какие-то частные, корпоративные или тем более личные интересы. Особенно, когда было с первым созывом, с неудачным поселка Разумное. Когда пришли люди, говорят, вот мне давайте зарплату, мне давайте то, мне какое-то место и так далее. А за что? Ты зачем пришел сюда? За то, чтобы удовлетворить свои интересы? Ну, извини меня, это так не должно быть. Ты обещал одно людям, а приходишь и здесь, значит, начинаешь устраивать свое житье-бытье за счет их же бюджета. Так нельзя. И поэтому люди действительно, вот, там самораспустился этот выборный орган. И прошли перевыборы. И, да, пошли самовыдвиженцы. Прошли, наверное, я не знаю, от каких они партий, вот, самовыдвиженцы. Но они, вот, победили. И теперь, значит, каких там политического предпочтения, это уже не так уж и важно. Важно, что этот совет обновился. И они сегодня активно работают над реализацией тех предвыборных обещаний. И программы Абгрейд, поселка Разумное, которым они шли на эти выборы. Еще одно событие сентября. В сентябре Белгород на два дня собрал у себя региональных IT-министров. В общем, множество продвинутых людей, которые обсуждали практику применения IT-технологий в сфере государственного управления. Белгородская область выставила на этот конкурс семь проектов. Среди них электронный рецепт и электронный льготный проездной билет. Но это те проекты, которые уже реализовываются. Это те проекты, которые уже прямо на стадии реализации. А вот что, по-вашему, еще в Белгородской области требует каких-то электронных сервисов, IT-решений? Давайте вместе помечтаем, что нам еще нужно в этой сфере. Цифровая технология, конечно же, меняет нашу жизнь. Это понятно. Мы уже не представляем, как, допустим, мы получали бы различные услуги, если бы не было электронного портала госуслуги. Десятки, даже больше ста услуг через сеть МФЦ. МФЦ, но функциональные центры, так оно расшифровывается, это аббревиатура, получают услуги. Они получают через, значит, явочным порядком можно зайти в МФЦ. И можно в электронном доступе. То есть через смартфон. Никуда не нужно выходить. Так называемый, проактивно. Мы здесь находимся в рабочем офисе, или я дома. Я могу любую услугу, которую мне должно оказать, значит, там есть какое-то недвижимость зарегистрироваться, значит, там или еще что-то сделать. Я могу заказать ее по... Не собирать никакие документы, заказать в электронном доступе любую услугу. Вот это первое, что я бы хотел сказать. И второе. Действительно, наши семь проектов из семьи, пять, они, три из них завоевали первое место по трём номинациям. Один проект, второй, и седьмой проект завоевал там третье место. То есть мы очень достойно выступили. Я не могу сейчас, не помню, какое место. Ну, наверное, какое-то призовое место мы заняли. Очень много было представителей. И сам факт проведения этого мероприятия, вот именно в нашем регионе, это, в общем-то, свидетельство того, что мы здесь далеко не в числе отстающих, а наоборот, наша область, вот что касается развития IT-сектора в целом, как сектора экономики, и развития, значит, различных цифровых решений, значит, в социальной сфере, в бизнесе, мы, в общем-то, выглядим на целом на фоне России весьма и весьма достойно. Вот что еще, над чем мы работаем, вот кроме тех сервисов, которые уже работают, значит, ну, сейчас мы большое внимание уделяем прозрачности экономических взаимоотношений для малого бизнеса. Да, вообще любого бизнеса, любого бизнеса. Вот, допустим, есть такая проблема, как неналоговые платежи. Платежи, там, сертификация продукции, значит, там вот какие-то там санитарные нормы соблюдения, проекты, там, на организацию, значит, образования твердых бытовых отходов и так далее. Колоссальное количество приходится платить любому, значит, маленькому или среднему предприятию, да любому предприятию, вот так называемых неналоговых платежей. И мы видим, что оно приобрело уже такой, чуть ли не лавинообразный характер. Вызывает уже возмущение, законное возмущение. Мы проанализировали ситуацию. И сейчас запускаем электронный сервис, электронное предложение о том, чтобы все вот эти платежи неиналоговые были в открытом доступе. То есть любой контролирующий, надзирающий орган или прокуратура, значит, или администрация, там, правительство области или муниципалитета может, в конце концов, проверить по любому предприятию, какие ему были, значит, предъявлены, значит, услуги и предусмотренные ли не законом, не предусмотренные, это чья-то была инициатива и так далее, так далее, так далее. То есть перевод вот в открытый режим, это сразу же снимает многие проблемы. Чем более прозрачная жизнь, тем она становится более правильной, праведной, и уровень законопослушности резко возрастает. Вот сейчас мы вот целый ряд таких проектов разрабатываем с малым бизнесом, причем по их инициативе. Это будет, наверное, один из, может быть, пилотных проектов даже в Российской Федерации. Здравоохранение, здравоохранение, ну, там вообще происходят революционные изменения. Были проведены две мастер, мастер-класс по проведению двух операций. Одна, причем сложнейших операций. Одна офтальмологическим нашим центром, вот, в городской больнице номер два, и вторая, по-моему, еще каким-то медицинским нашим учреждением, это связано с урологией. И они прямо выведены были на вот такие, на огромную доску, значит, вот, в университет. Студенты сидят за круглым столом и наблюдают, как проходит эта операция вот этими мастерами, вот, обучение. Это телемедицина, прямой эфир идет. Это колоссальные возможности для обучения, значит, вот. В образовании очень много сервисов дополнительных появляется. Фактически у нас работаем над тем, чтобы сделать пилотным проектом «Умное село», вот, «Умное село». Какие приложения мы сейчас отрабатываем для «Умного села», для жителей этого села, конкретного села. «Умный район», вот сейчас Шебекинский городской округ, значит, активно этим занимается, и глава там, значит. И два «Умных города». Это город Белород и город Старый Оскол. Они вошли и в федеральную программу «Умных городов», и очень много таких электронных приложений сейчас появляется. Ну, допустим, сейчас мы активно работаем над тем, чтобы улучшить качество пассажирского обслуживания. Это не только там новые автобусы, там, или на газомоторном топливе, там, или еще какие-то. Но сейчас все маршруты переводятся в цифровой режим. Оцифровка идет каждого маршрута движения. Я через свой смартфон захожу, значит, в электронное приложение использую. Я вижу по этому маршруту, значит, интервалы движения, движение всех автобусов, которые идут по этому маршруту. Я смотрю, что вот к автобусной остановке, которая вот мне всего ближе там, автобус должен подойти, значит, через 7 минут. Я выхожу и подхожу там за одну минуту, я знаю. То есть удобно для пассажира. И вот сегодня мы сейчас этим работаем и закончим эту оцифровку всех городских маршрутов, значит, и не только в городе Белгорода, но и в других, значит, наших крупных городах, ну, в самое ближайшее время. Во всяком случае, город Белгород должен уже с 1 января вот полностью эти вот электронные сервисы внедрить. Я уж не говорю о ГЛОНАСС, GPS-сопровождении, и какую роль они играют. То есть идет полностью, мир меняется, и мы его меняем. Стараемся быть трендинг. Ну, действительно, IT-сфере в госуправлении Белгородской области еще есть куда внедряться и внедряться. Но вот, кстати, IT-тему продолжил уже и местный форум БИФ, и там тоже. Он прошел в сентябре, и снова множество молодых специалистов рассказывали, как технологии меняют нашу жизнь, делают ее лучше. И, безусловно, они бы, наверное, там, ну, побили любого человека, кто бы возразил им и сказал, что научно-технический это вот не единственный прогресс человечества. Но вот все-таки, если подумать и вспомнить и писателей-фантастов, и голливудских сценаристов, которые говорили о восстании машин, ну, в принципе, вполне себе такой логичный итог научно-технической революции. Вот как вы думаете, по вашему мнению, научно-технический это единственный, возможный, нужный человечеству прогресс, или все-таки человечество должно развиваться и в какие-то иные сферы? Это сложный, это философский вопрос, это нам надо несколько передач посвятить. Но если так ответить очень коротко и понятно, вот для того, чтобы изменить мир и улучшить его качество, это касается не только какой-то территории или страны, этого всего человечества, то мы должны к чему стремиться? Созданию вот такого пространства любви и справедливости. Любви и справедливости. Вот наш идеал, к чему мы должны идти. Все идут к этому по-разному. По-разному все идут. Но все вот в своих предвыборных речах, там прочее, все только об этом и говорят. В общем-то, об этих двух вещах. Как я вас люблю, как я вас хочу осчастливить, и я хочу выстроить вообще справедливые отношения везде. Это вопрос научно-технического прогресса или духовного прогресса? Конечно, это связано с духовно-нравственным. Конечно, это духовно-нравственная составляющая эти вещи, да. Имеет ли вообще-то вот к этому, имеют ли к этому вот сегодня цифровые революции, информационные изменения, которые мы переживаем, информационные технологии? Нет, конечно. Это лишь средство достижения этих целей. Средство. И поэтому вот эти все вот восстания, машин, там прочее, это все железо, которое легко включать, выключать и использовать. И мы ее должны использовать, эти научно-технические достижения, для того, чтобы улучшать качество своей жизни. Вот идти вот к этому пространству, которым я... Поострение того пространства, которым я сказал выше. Это этическая, нравственная составляющая нашей жизни. И прогресс весь определяют именно они. Насколько общество становится нравственней, насколько общество становится справедливой, насколько общество становится более таким прозрачным. А вот прозрачным его может сделать и более открытым. Как раз информационная технология. Информационная технология. Тоже технологии вот этого блокчейна. Значит, это открытый абсолютно, когда мир становится прозрачным. Когда все платежи становятся и по потреблению, и по приобретению чего-то, становится все прозрачным. Где уже вопросы, там, какой-то коррупции, там, воровства, там, прочее, уже невозможно сделать. Так это же хорошо, в конце концов. Да, это не всем сегодня нравится. Вот почему у нас забуксовал блокчейн. Помните, там, год-два назад, там, вот, блокчейн, блокчейн, криптовалюта, там. Они же на основе технологий блокчейна, значит, делаются, там, значит, вот они сейчас как-то, давайте мы чуть-чуть подождем. Наверное, какие-то лоббистские силы вмешиваются, которым пока не заинтересованы в этом. Пока вот давайте мы поживем немножко вот в таком предсумрачном состоянии, где не все прозрачно, не все открыто, где можно что-то, как бы, делать, но не делая до состояния гласности всех или не выходя на публичный уровень. Вот нас ждут эти такие революционные отношения. Но я, в общем-то, абсолютно не опасаюсь за то, что будет какой-то бунт машин, и люди превращаются в какое-то там, значит, приложение вот к этим информационным технологиям. Человек, он будет активным участником творческого процесса, если говорить в целом, и дальше. И вот его творческие возможности, только вот новые информационные технологии будут только способствовать их развитию. Ну вот от научно-технического развития перейдем уже непосредственно к проблемному вопросу, к тому, что можно пощупать и свидетелям, чего мы стали в сентябре. В четвертой детской поликлинике возникли огромные очереди. И по официальной версии медиков, причиной этому стал уход на пенсию сразу нескольких детских врачей. Большой общественный резонанс, особенно в социальных сетях. Да и вообще, в принципе, все, что касается наших детей, это всегда тема острая. Вот знаете ли вы, знали ли вы тогда на тот момент об этой проблеме, и вообще, как вы видите решение этой проблемы? Ну, даже если я где-то нахожусь и в отпуске, или еще где-то, я все равно все знаю. И стараюсь, если где-то какая-то проблема случилась, быстро все ее сделать для того, чтобы она была оккупирована и для того, чтобы не допустить возникновения этих проблем впредь. Да, это действительно такое случилось в городе Белде. Я даже, пользуясь нашим диалогом, хотел бы даже извиниться перед родителями, которые были приняты в ряд неудобств, которые испытали. Ну, действительно, значит, эта проблема возникла из-за кадровых таких вот поспешных решений некоторых врачей, на что, может быть, даже и не рассчитывали некоторые руководители медицинской сферы. Но случилось-случилось. Какие меры сейчас принимаются, или, вернее, приняты уже какие меры? Ну, в первую очередь, дополнительно сейчас приняты четыре, значит, врача-педиатра в городе Беларде. Сделаны заявки еще на прием нескольких, и эта проблема решается. Врачи-педиатры, особенно участковые педиатры, или как мы их сейчас хотим назвать, или называем уже семейные педиатры, семейный врач, общей практики, да, семейный врач. И такой же должен быть и семейный педиатр. Это мы в городах оставили это все. Значит, мы перевели несколько иной режим работы. Допустим, если их прием там был три часа, то сейчас четыре, может, даже где-то больше. Несколько пунктов дополнительно открыли еще по приему родителей и их детей, значит, дополнительных пунктов. Проблема, как бы, сейчас постепенно снимается, острота проблемы. Но в долговременном таком плане, конечно же, мы видим над тем, чтобы более системно подходить к подготовке кадров. И у нас теперь с текущего года практически появилась такая возможность за счет целевого набора. То есть мы на бюджетное финансирование медицинские вузы страны, в том числе и Белгородского государственного университета, на его медицинский институт, направляем уже работников, то есть студентов, которые после завершения учебы выходят, и они уже будут знать, где они обязаны работать. Не по своему всмотрению идти куда-то, значит, там, вот, или в Москву, там, или куда-то в другое место ехать, а именно туда, где написано вот в этом договоре целевого обучения. Вот. Я понимаю, что это наступит время не завтра, для этого только в этом году у нас появилась такая возможность, но это уже то, что коренным образом решит эту проблему. Ну что ж, значит, будет решать кадровую проблему, в том числе и в нашей медицине. Евгений Степанович, спасибо, что вы сегодня пришли в студию программы «Такой месяц», выступили экспертом нашей программы, и теперь уже традиционно мы вас приглашаем в конце октября подводить итоги второго месяца осени в студии программы «Такой месяц». Я думаю, что обязательно это свершится. До встречи. До встречи.